Агата Кристи. Время любви. Ширли. 1946 год. Глава 4. Генри подчинился с таким же очарованием, с каким он делал всё на свете. Ладно, Лаура, пусть будет годовая помолвка. Мы в твоих руках. Полагаю, тебе очень трудно будет расставаться с Ширли, не имея времени привыкнуть к этой мысли. Это не... Нет. Он поднял брови, и улыбка его стала слегка ироничной. Для тебя, Ширли, единственное сокровище, верно? Его слова оставили у Лауры тягостное ощущение. Генри уехал, и потянулись нелёгкие дни. Ширли не ожесточилась, а отдалилась. Она была угрюмой, беспокойной. И хотя открыто не проявляла возмущения, от неё исходил упрёк. Она жила ожиданием почты, но почта не приносила успокоения. Генри был не мастер писать письма. Какие-то обрывки, каракули. — Дорогая, как дела? Я очень скучаю по тебе. Вчера участвовал в скачках на дистанцию. Ничего путного не вышло. Как там дракониха? Вечно твой Генри. Иногда писем не было целую неделю. Однажды Ширли съездила в Лондон. У них была короткая встреча, оставившая чувство неудовлетворённости. Он отказался от приглашения Лауры, переданной Ширли. Я не желаю приезжать на выходные и прогуливаться с тобой под неусыпным оком Лауры. Не забывай, что Лаура всячески старается настроить тебя против меня. О, Генри, да ничего подобного. Она о тебе вообще не упоминает. Видно надеяться, что ты сама забудешь. Это невозможно. Ревнивая старая кошка. О, Генри, Лаура такая милая. Только не для меня. Ширли вернулась домой несчастная и безутешная. Вопреки себе, Лаура начала терзаться. Почему бы тебе не пригласить Генри на уикенд? Ширли мрачно ответила. Он не хочет. Не хочет приезжать? Как странно. Ничего странного. Он знает, что ты его не любишь. Я люблю его. Лаура старалась говорить убедительно. О, Лаура, не сочиняй. Я считаю, что Генри очень привлекательный человек. Но не даешь нам пожениться. Ширли, это неправда. Я только хочу, чтобы ты была полностью уверена. Я уверена. Все потому, что я тебя очень люблю. Я не хочу, чтобы ты совершила ошибку. В отчаянии воскликнула Лаура. Что ж, тогда не люби меня. Я не хочу такой беспредельной любви. А правда в том, что ты ревнуешь. Я ревную? Ревнуешь Генри. Ты не хочешь, чтобы меня любил кто-нибудь, кроме тебя. Ширли. Лаура побледнела и отвернулась. Ты хочешь, чтобы я вообще не выходила замуж? Лаура пошла прочь, напряженно выпрямившись. Ширли догнала ее и стала горячо извиняться. Дорогая, я не хотела этого сказать. Я чудовище. Но ты так всегда настроена против Генри. Потому что я чувствую, что он эгоист. Лаура повторила то, что говорила Болдаку. Он недобрый. Я же чувствую, что он может быть безжалостным. Безжалостным? Задумчиво повторила Ширли, ничуть не удрученная. Да, Лаура, тут ты права. Генри может быть безжалостным. Это меня в нем тоже привлекает. Но подумай, если ты заболеешь, если попадешь в беду, будет ли он о тебе заботиться? Не так уж я хочу, чтобы обо мне заботились. Я сама в состоянии о себе позаботиться. А за Генри не беспокойся. Он меня любит. Любит? Подумала Лаура. А что такое любовь? Бездумная, жадная страсть мужчины? И у Генри тоже? Или я и вправду ревную? Она осторожно высвободилась из цепких объятий Ширли и ушла, глубоко потрясенная. Может быть, я и правда не хочу, чтобы она выходила замуж. Не за Генри, а вообще. Сейчас я так не думаю. Но только потому, что нет никого другого, за кого она стремилась бы замуж. Если бы такой человек появился, чувствовала бы я так же, как сейчас. Только не он, только не он. Правда ли, что я слишком сильно люблю ее? Болди меня предупреждал. Я слишком люблю ее, и потому не хочу, чтобы она выходила замуж. Уезжала. Удерживаю ее при себе. Не хочу отпустить. Что я в сущности имею против Генри? Ничего. Я его не знаю. Никогда не знала. Он остался тем же, чем был вначале. Незнакомцем. Все, что я знаю, это, что он не любит меня. И он, возможно, прав. На следующий день Лаура встретила Робина Гранта, выходящего из викариата. Он вынул изо рта трубку, поздоровался и зашагал с ней рядом. Сообщив, что вчера был в Лондоне, он небрежно обронил. Видел Генри. Он ужинал с роскошной блондинкой, очень красивой. Не говори, Ширли. Он хохотнул. Хотя Лаура понимала, что Робин выдал ей эту информацию со зла. Поскольку и сам был сильно неравнодушен к Ширли, ее охватил приступ сомнения. Генри ненадежный человек. Кажется, при последней встрече они с Ширли чуть не поссорились. А что, если Генри заинтересуется другой девушкой? Что, если он разорвет помолвку? Ты этого хотела, не правда ли? Язвительно сказал внутренний голос. Ты не хотела, чтобы они поженились. Только потому и настаивала на такой долгой помолвке. Теперь радуйся. Но ее совсем не обрадует, если Генри разорвет помолвку. Ширли его любит. Она будет страдать. Если бы только убедиться, что Ширли будет с ним хорошо. Язвительный голос продолжал. Ты хочешь сказать, будет ли тебе хорошо? Ты стремишься удержать Ширли. Но она не хочет удерживать Ширли такой ценой. У Ширли разбито сердце. Ширли несчастна. Жаждет своего возлюбленного. Кто она такая, чтобы решать, что для Ширли хорошо, а что плохо? Придя домой, Лаура села и написала Генри письмо. Дорогой Генри, я все обдумала. Если вы с Ширли хотите пожениться, я не должна стоять у вас на пути. Месяц спустя Ширли обвенчалась с Генри в Белбери. В церковь ее сопровождал мистер Болдок в тесноватом смокинге. Невеста, сияя, обняла на прощание Лауру. А Лаура неистово проговорила. Генри, будь к ней добр. Генри, легкомысленный, как всегда, ответил. Дорогая Лаура, а как ты думаешь? Глава пятая. Тебе действительно нравится, Лаура? Ширли, жена с трехмесячным стажем, нетерпеливо спрашивала Лауру. Закончив экскурсию по квартире, Лаура высказала одобрение. Я думаю, ты все сделала чудесно. Когда мы въехали, тут было просто ужасно. Такая грязь. Мы все сделали сами, кроме потолков, разумеется. Было так забавно. Тебе нравится красная ванная? Нам сказали, что дают горячую воду, но она бывает редко. И Генри решил, что из-за красного цвета вода здесь будет казаться теплее, как в аду. Лаура засмеялась. Кажется, ты с большим удовольствием этим занималась. Нам вообще повезло, что мы получили эту квартиру. Она принадлежит знакомым Генри, и они передали ее нам. Ужасно только то, что они, пока здесь жили, не платили по счетам. Нас донимает раздраженный молочник и свирепый зеленщик. Но мы, разумеется, тут ни при чем. Нехорошо уклоняться от уплаты торговцам, особенно мелким торговцам. А Генри считает, что это не важно. Это создает вам трудности с кредитом, предупредила Лаура. Я каждую неделю оплачиваю счета, с достоинством ответила Ширли. Дорогая, как у вас вообще с деньгами? Нормально? В последнее время сад приносит доход. Если хочешь лишнюю сотню... Лаура, какая ты душечка! Нет, у нас все в порядке. Копи деньги на всякий случай. Вдруг я тяжело заболею. Глядя на тебя, такого не подумаешь. Ширли весело засмеялась. Лаура, я ужасно счастлива. Храни тебя Бог. Привет, Генри. Генри открыл дверь своим ключом, вошел и приветствовал Лауру с обычной легкостью. Привет, Лаура. Привет, Генри. По-моему, квартира чудесная. Ну как, новая работа, Генри. Новая работа? Удивилась Лаура. Да, ту он бросил. Она была ужасно нудная. Только наклеивать марки и ходить на почту. Я готов начать с нуля, сказал Генри, но не с отрицательной величины. Ну и какая же она? Она нетерпеливо повторила Ширли. Думаю, многообещающая. Пока рано судить. Генри обворожительно улыбнулся Лауре и сказал, как они рады ее видеть. Визит прошел очень хорошо, и она возвращалась в Белбери, чувствуя, что все страхи и колебания были напрасны. Но, Генри, как же можно так много занимать? В тоне Ширли слышалось страдание. Они были женаты больше года. Ты права, согласился Генри. Я всегда чувствовал, что занимать нехорошо. К сожалению, все так делают. Но как мы будем отдавать? Ну, всегда можно оттянуть, неопределенно сказал Генри. Хорошо еще, что я нашла работу в цветочной лавке. Да, это упрощает дело. Только я не хочу, чтобы ты считала, что должна работать. Только если тебе это нравится. Что ж, мне нравится. Я смертельно скучала целыми днями без дела. Единственное занятие – выйти и что-нибудь купить. Должен сказать, Генри взял толстую пачку щитов. Это очень угнетает. Еле-еле переживешь Рождество, а тут снова налоги и всякое такое. Он посмотрел верхний счет. Человек, который строил книжный шкаф, очень грубо требует свои деньги. Его отправим в корзину для бумаг. Так он и сделал. Дорогой сэр, с почтением обращаем ваше внимание. Вот как пишут вежливые люди. Значит, им ты заплатишь? Не то, чтобы заплачу, но подколю их к тем, кому пора заплатить. Ширли засмеялась. Генри, я тебя обожаю. Но как же нам быть? Не стоит волноваться сегодня вечером. Давай сходим пообедать в шикарное место. Ширли состроила ему рожицу. И это поможет? В финансовом отношении нет, сказал Генри. Наоборот, но это поднимет дух. Дорогая Лаура, не могла бы ты, если возможно, одолжить нам сто фунтов? Мы несколько увязли. Я два месяца был без работы, как ты, наверное, знаешь. Лаура не знала. Но скоро я получу что-то действительно стоящее. Услуги так подорожали, что нас ободрали, как липку. Ужасно неприятно попрошайничать. Но я подумал, что лучше самому проделать ту грязную работу, от которой отказалась бы Ширли. Всегда твой Генри. Я не знала, что ты брал деньги у Лауры. Разве я не говорил тебе? Генри беспечно повернулся к ней. Нет, хмуро сказала Ширли. Брось, дорогая, не откусывай мне голову. Тебе Лаура рассказала? Нет, я увидела в банковской книжке. Добрая старушка Лаура. Она отвалила без всякого шума. Генри, зачем ты взял у нее? Лучше бы ты этого не делал. По крайней мере, ты должен был сначала сказать мне. Генри ухмыльнулся. Ты бы мне не разрешила. Совершенно верно. По правде говоря, Ширли, положение было довольно отчаянное. Я взял пятьдесят у старушки Мюррел и рассчитывал получить не меньше сотни от Большой Берты. Это моя крестная. Увы, она указала мне на дверь. Считает, что я для нее добавочный налог. Лекцию прочитала. Я попробовал еще в двух местах. Безуспешно. Так докатился до Лауры. Ширли в раздумья глядела на него. Мы женаты два года, думала она. Теперь я знаю Генри. Он никогда не задержится ни на какой работе. И деньги у него утекают между пальцев. Она все еще была в восторге от своего мужа. Но пришлось признать, что у него есть недостатки. Генри сменил уже четыре места работы. Найти работу для него не составляло труда. Он имел много богатых друзей. Но он не мог нигде удержаться. Либо ему надоедало, и он бросал работу. Либо его увольняли. К тому же он много тратил. И легко получал кредит. Для него устраивать свои дела значило занимать. Генри был не прочь занимать. Ширли была против. Она вздохнула. «Генри, удастся ли мне когда-нибудь тебя изменить?» «Изменить меня?» Удивился Генри. «Зачем?» «Привет, Болди!» «А, юная Ширли?» Мистер Болдок моргал, глядя на нее из глубины огромного уютного кресла. «Я не спал», – агрессивно добавил он. «Нет, конечно», – тактично согласилась Ширли. «Давненько мы тебя здесь не видели», – сказал Болдок. «Думали, ты про нас забыла». «Я никогда вас не забывала». «Мужа привезла с собой?» «На этот раз нет». «Понятно». Он изучил ее. «Выглядишь худой и бледной». «Я на диете». «Ох уж эти женщины!» Он фыркнул. «Случилась какая-то беда?» «Конечно, нет». «Ну-ну, я просто спросил. Никто мне ничего не рассказывает. А я глохну. Слышу не так, как раньше. От этого жизнь становится скучной». «Бедненький Болди». И врач сказал, что мне нельзя работать в саду. Наклоняться к грядкам. Кровь приливает к голове или что-то в этом роде. Дурак несчастный. Кар-кар-кар. Вот и все, на что способны эти доктора. «Мне так жаль, Болди». «Учти», – печально сказал Болдок. «Если ты хочешь мне что-то рассказать, ну, дальше это не пойдет. Нет нужды передавать Лауре». Наступила пауза. «Вообще-то я пришла вам кое-что рассказать». «Так я и думал». «Я думала, что вы могли бы мне что-нибудь посоветовать». «Не буду. Опасное занятие». Ширли не обратила на это внимания. «Я не хочу говорить Лауре, она не любит Генри. Но вам Генри нравится, правда?» «Вполне», – сказал Болдок. «Он самый занимательный собеседник и очень симпатичный слушатель для старика, выпавшего из колеи. Ещё мне в нём нравится то, что он никогда ни о чём не беспокоится». Ширли улыбнулась. «Он действительно не беспокоится. Редкое качество в наши дни. Все, кого я знаю, заработали диспепсию от беспокойства. Да, Генри приятный малый. Меня не заботят его моральное качество, как Лауру». Он мягко спросил, что он натворил. «Болди, как вы думаете, я дура, что трачу свой капитал? А ты это делаешь?» «Да». «Что ж, когда ты вышла замуж, контроль над ним перешёл к тебе. Ты можешь с ним делать, что хочешь». «Я знаю». «Это Генри предложил?» «Нет, честно, нет. Это полностью моя идея. Не хочу, чтобы Генри стал банкротом. Сам-то Генри ничего не имеет против банкротства. Я против. Считаете, что я дура?» Болдок подумал. «С одной стороны, да. С другой стороны, нет. Нельзя ли пояснее?» «Значит так. Денег у тебя немного. В будущем они могут очень понадобиться. Если ты думаешь, что сможешь положиться на своего красивого муженька, что он тебя обеспечит, ты дура. А с другой стороны...» «Глядя на это с другой стороны, ты заплатила за свой покой. Может быть, это мудро. Все еще обожаешь своего мужа?» «Да. Он хороший муж». Ширли медленно прошлась по комнате. Она бездумно проводила рукой то по столу, то по спинке стула и рассматривала пыль на кончиках пальцев. Болдок наблюдал. «Не слишком. В чем дело?» Ширли сказала бесцветным голосом. «У него интрижка с другой женщиной. Насколько серьезно?» «Не знаю». «И ты ушла?» «Да». «Злишься?» «В бешенстве». «Вернешься?» Ширли запнулась на мгновенье и сказала. «Да». «Что ж, это твоя жизнь», — сказал Болдок. Ширли подошла к нему сзади и поцеловала в макушку. Болдок хрюкнул. «Спасибо, Болди», — сказала она. «Не за что. Я ничего не сделал». «Вот именно», — сказала Ширли. «И это в вас самое замечательное». Глава шестая. Ширли подумала, беда в том, что я устаю. Она откинулась на спинку сиденья в метро. Три года назад она не знала, что такое усталость. Причина отчасти в том, что она живет в Лондоне. Сначала она работала на полставки, но теперь полный рабочий день в цветочном магазине в Вест-Энде. После работы надо что-то купить, потом ехать домой в час пик, потом готовить еду. Правда, Генри хвалит ее стряпню. Она закрыла глаза. Ей наступили на ногу. Ширли поморщилась. «Боже, как я устала». Мысли стремительно перенеслись на три с половиной года назад, к началу семейной жизни. «В начале блаженства». «Счета», еще «счета». «Соня Клегорн». «Поражение Сони Клегорн». Генри кается, обворожительный и нежный. Опять денежное затруднение. Судебный пристав. «Мюриел спасает». «Дорогой, ненужный, но великолепный отпуск в Каннах». «Благородная миссис Эмлин Блейк». Освобождение Генри из сетей миссис Эмлин Блейк. Генри кается. Он признателен, очарователен. Новый финансовый кризис. Большая Берта спасает. Девица Лонсдейл. Финансовые трудности. Все еще девица Лонсдейл. Лаура. Он увиливает от возврата долга Лауре. Увильнуть не удалось. Ссора с Лаурой. Аппендицит. Операция. Выздоровление. Возвращение домой. Заключительная фаза с девицей Лонсдейл. Воспоминания Ширли задержались на этом последнем событии. Она отдыхала дома. Это была уже третья квартира, в которой они жили. И она была набита мебелью, купленной в пожарном порядке. После инцидента с судебным приставом. Зазвонил звонок, но ей было лень вставать и открывать дверь. Кто бы там ни был, он уйдет. Но кто бы там ни был, не уходил. Он звонил и звонил. Ширли сердито поднялась на ноги. Она подошла к двери, распахнула ее и оказалась лицом к лицу со Сьюзен Лонсдейл. А, это ты с Ю? Я. Можно войти? Вообще-то я устала. Я только что из больницы. Я знаю. Генри говорил. Ах ты, бедняжка! Я принесла тебе цветы. Ширли взяла протянутый букет нарциссов без изъявлений благодарности. Заходи. Она снова легла с ногами на диван. Сьюзен Лонсдейл села в кресло. Я не хотела тревожить тебя, пока ты была в больнице. Но, знаешь ли, нам пора разобраться. С чем? Ну, с Генри. А что такое с Генри? Дорогая, ты не собираешься, как страус, прятать голову в песок? Не собираюсь. Ты ведь знаешь, что между мной и Генри что-то есть? Я не слепая и не глухая. Знаю. Холодно сказала Ширли. Да, да, конечно. И к тому же Генри очень нежно к тебе относится. Он не хотел бы тебя огорчать. Но такие вот дела. Какие дела? Я говорю насчет развода. Ты имеешь в виду, что Генри хочет развода? Да. Почему же он мне об этом не говорит? О, Ширли, дорогая, ты же знаешь, что такое Генри? Он терпеть не может определенностей и не хочет тебя огорчать. Но вы собираетесь пожениться? Да. Я так рада, что ты нас понимаешь. Кажется, понимаю очень хорошо, процедила Ширли. И ты скажешь ему, что все в порядке? Я с ним поговорю, да. Это ужасно милость с твоей стороны. Я чувствую, что под конец... Уходи, сказала Ширли. Я только что из больницы, и я устала. Уходи сейчас же, слышишь? Ну, знаешь. Сьюзан с обидой поднялась. Можно было бы хотя бы вести себя цивилизованно. Она вышла из комнаты. Хлопнула входная дверь. Ширли лежала неподвижно. По щеке скатилась одинокая слеза. Она ее сердито оттерла. Три с половиной года. И вот к чему я пришла. И вдруг она расхохоталась. Последняя фраза была похожа на реплику из плохой пьесы. Она не знала. Пять минут прошло, или два часа. Когда услышала, как повернулся ключ в замке. В Генри вошел веселый и легкомысленный, как всегда. В руке у него был огромный букет желтых роз. Тебе, дорогая, нравится? Чудесно. У меня уже есть нарциссы. Дешевые и не первой свежести. О, кто же их прислал? Их не прислали. Их принесли. Сьюзен Лонсдейл принесла. Что за наглость? Возмутился Генри. Ширли посмотрела на него с легким удивлением. Зачем она приходила? Спросил Генри. Ты не знаешь? Могу догадаться. Эта девица становится назойливой. Она приходила сказать, что ты хочешь развода. Я развода с тобой? Ты? А разве нет? Конечно, нет. Снова возмутился Генри. Ты не хочешь жениться на Сьюзен? Мне об этом и думать противно. А она хочет тебя женить на себе. Боюсь, что так, подавленно сказал Генри. Она все время звонит. Пишет письма. Не знаю, что с ней делать. Ты говорил ей, что хочешь на ней жениться? Ну, бывает, что-то скажешь. Туманно начал Генри. Вернее, тебе скажут, а ты соглашаешься. Приходится соглашаться. Более или менее. Он нерешительно улыбнулся. Ширли, но ведь ты бы не стала со мной разводиться. Могла бы. Дорогая. Знаешь, Генри, я устала. Я скотина. Я затянул тебя в тухлое дело. Он встал перед ней на колени. На губах его заиграла прежняя обольстительная улыбка. Но я люблю тебя, Ширли. Все эти дурацкие шашни не в счет. Они ничего не значат. Я никогда не хотел никого, кроме тебя. Ты можешь простить меня? Что ты на самом деле чувствуешь к Сьюзен? Может, забудем о Сьюзен? Она такая надоеда. Я хочу знать. Ну, Генри подумал. Недели две я был без ума от нее. Не спал ночами. Думал, какая она замечательная. Потом решил, что она, пожалуй, может надоесть. А потом она в самом деле надоела. А в последнее время стала назойливой. Бедная Сьюзен. О ней не беспокойся. У нее нет совести. Она просто шлюха. Генри, временами я думаю, что ты бессердечный. Я не бессердечный, обиделся Генри. Просто я не знаю, зачем люди так цепляются. Если не принимать вещи всерьез, жить гораздо веселее. Эгоист. Я эгоист. Возможно. Но ты-то ничего не имеешь против. Я не брошу тебя. Но все равно я сыта по горло. Тебе нельзя доверять деньгами. И ты собираешься продолжать свои любовные интрижки. О нет, не буду, клянусь. О, Генри, будь же честен. Ладно, я постараюсь. А ты, Ширли, постарайся понять, что все эти связи ничего не значат. Есть только ты. Я думаю, мне самой пора завести интрижку, сказала Ширли. Генри сказал, что он не имеет права ее осуждать. И предложил пойти куда-нибудь развлечься и поужинать. В этот вечер он был восхитительным компаньоном. Глава седьмая. Мона Адамс созвала гостей на коктейль. Мона Адамс любила все коктейль-приемы, а свои особенно. Она охрипла, стараясь перекричать гостей. Коктейль-прием удался на славу. На этот раз она кричала, приветствуя опоздавшего. Ричард, замечательно. Откуда на сей раз? Из Сахары или из Гоби? Не то, не сё, из Фезана. Не слыхала такого. С кем ты хочешь поговорить? Пэм, Пэм, позволь представить тебе сэра Ричарда Уалдинга. Он путешественник. Знаешь, верблюды, риск, пустыни. Как в самых захватывающих книгах. Он только что из, откуда-то из Тибета. Она отвернулась и уже кричала кому-то следующему. — Лидия, я и не знала, что ты вернулась из Парижа. Замечательно. Ричард Уалдинг слушал Пэм, которая с жаром говорила. — Я только вчера видела вас по телевизору. Какое волнующее знакомство, расскажите. Но у Ричарда Уалдинга не было времени на рассказы. На него обрушился ещё один знакомый. Наконец, сидя на диване с четвёртым бокалом в руке, он заметил самую очаровательную девушку, которую ему доводилось видеть. Кто-то сказал. — Ширли, ты должна познакомиться с Ричардом Уалдингом. Ричард тут же подсел к ней. — Как изматывают такие вечеринки, я уж и забыл. Может, улизнём вместе куда-нибудь в тихое местечко, где можно выпить? — С удовольствием, — сказала Ширли. Здесь с каждой минутой всё больше становится похоже на зверинец. Довольные, что сбежали, они вышли на улицу. Вечерело, было прохладно. Уалдинг остановил такси. — Поздновато для выпивки, — сказал он, взглянув на часы. — К тому же мы и так выпили немало. По-моему, умею с ней поужинать. Он дал адрес маленького, но дорогого ресторана на Джермен-стрит. Сделав заказ, он через стол улыбнулся своей гостье. Наконец-то со мной случилось нечто приятное после возвращения из диких мест. Я и забыл, как безобразны эти лондонские коктейль-приёмы. Зачем люди на них ходят? Зачем я пошёл? Зачем вы? Наверное, стадный инстинкт. Легко отозвалась Ширли. От ощущения приключения у неё разгорелись глаза. Она смотрела на красивого, загорелого мужчину напротив. Ей было приятно, что она увела с приёма светского льва. — А я всё про вас знаю, — сказала она. И я читала ваши книги. Я не знаю о вас ничего, только имя Ширли. А дальше как? Глинн Эдвардс. И вы замужем? Он остановил взгляд на кольце. Да, и живу в Лондоне, и работаю в цветочном магазине. Нравится вам жить в Лондоне, работать в цветочном магазине и ходить на коктейль-приёмы? Не очень. А что бы вы хотели делать или кем быть? Дайте подумать. Ширли полуприкрыла глаза. Я хотела бы жить на острове, далеко ото всех. Я жила бы в белом доме с зелёными ставнями и целыми днями абсолютно ничего не делала. На острове было бы полно фруктов и громадные гирлянды, сплетённые из разных цветов. Все чудно пахнут, и каждую ночь луна, а море по вечерам тёмно-красное. Она вздохнула и открыла глаза. Почему все мечтают об островах? Я думаю, настоящий остров не будет таким красивым. Ричард Уайлинг мягко проговорил. Как странно, что вы так сказали. Почему? Я мог бы вам предложить такой остров. Вы хотите сказать, ваш собственный остров? Большая его часть моя. Он очень похож на тот, что вы описали. По вечерам море там винно-красное, а моя вилла белая с зелёными ставнями. Цветы растут так, как вы описывали, в дикой путанице оттенков и запахов. И никто там никуда не спешит. Чудесно! Остров мечты! Но он реальный. Как же вы можете оттуда уезжать? Я неугомонный, но когда-нибудь я туда вернусь и больше не уеду. Пришёл официант, принёс первое блюдо и разрушил очарование. Они заговорили о повседневных вещах. Под конец Уайлинг подвёз её домой. Ширли не пригласила его зайти. Он сказал, «Я надеюсь, мы ещё встретимся?» Пожимая ей руку, он задержал её дольше необходимого. Она вспыхнула и отняла её. Этой ночью ей снился остров. «Ширли!» «Да? Ты ведь знаешь, что я тебя люблю?» Она кивнула. Она не смогла бы описать последние три недели. Они были пронзительно нереальны. Она прошла сквозь них в состоянии некой прострации. Она понимала, что должна бы устать. Она и устала. Но кроме усталости на неё снизошло изысканное, дурманящее чувство нереальности происходящего. И в этом дурмане сместились и изменились ценности бытия. Генри и всё с ним связанное отступили и растворились в тумане. На передний план дерзко выступила романтичная фигура Ричарда Уайлдинга и заслонила с собою всё. Она посмотрела на него серьёзно и задумчиво. «Ширли, разве ты меня нисколько не любишь?» «Не знаю». «Что же она чувствует?» С каждым днём этот мужчина всё больше и больше занимает её думы. Его близость возбуждает. Она понимает, что это опасно. Что она в любой момент может поддаться порыву страсти. Но она точно знает, что не хочет отказываться от встреч с ним. Ричард сказал. «Ширли, ты очень тактична. Ты никогда не говоришь о своём муже. Но я многое слышал. Люди любят болтать. Он относится к тебе несправедливо и кажется не по-доброму. Да, Генри недобрый человек. Он не даёт тебе того, что должен давать. Любовь, заботу, нежность. Генри меня любит по-своему. Возможно. Но ты хочешь большего. Я привыкла. Но теперь ты хочешь. Хочешь свой остров, Ширли. О, остров! Это мечты. Мечта может стать реальностью. Не думаю. Она может стать реальностью. На террасу, где они сидели, с реки набежал лёгкий ветерок. Ширли встала и запахнула на себе пальто. Не надо больше так говорить, сказала она. Это глупо и опасно, Ричард. Может быть. Но ты не любишь мужа, Ширли. Ты любишь меня. Я жена Генри. Ты любишь меня. Ширли снова сказала. Я жена Генри. Она повторила это как заклинание. Когда она пришла домой, Генри лежал, растянувшись на диване. На нём был белый фланелевый костюм. Кажется, я растянул мышцу. Он сморщился от боли. Что ты делал? Играл в теннис в Роухэмптоне. Со Стивеном? Я считала, что ты поехал играть в гольф. Мы передумали. Стивен взял Мэри, а четвёртой была Джессика. Джессика – это та чернявая девица, с которой мы познакомились позавчера. Э, да. Она твоя нынешняя? Ширли, я же тебе говорил. Я обещал. Что значит обещание? Она нынешняя. Я вижу по глазам. Генри хмуро сказал. Если ты хочешь выдумывать... Если я хочу выдумывать, пробормотала Ширли, я выдумаю остров. Почему остров? Генри сел и сказал. У меня ноет всё тело. Ты завтра лучше отдохни. Для разнообразия устрой спокойное воскресенье. Да, это будет неплохо. Но наутро Генри объявил, что у него всё прошло. Вообще-то мы договорились сегодня продолжить. Ты, Стивен, Мэри и Джессика? Да. Или только ты и Джессика? Нет, мы все. С лёгкостью ответил он. Какой же ты врун, Генри. Но она сказала это беззлобно, даже с улыбкой. Она вспомнила молодого человека, которого встретила четыре года назад на партии в теннис. Как привлекательна была тогда его эта отстранённость. Сейчас он был таким же отстранённым. Смущённый юноша, который пришёл на следующий день и изворачивался, разговаривая с Лаурой до прихода Ширли, это тот же самый молодой человек, который теперь охотится за Джессикой. Генри не меняется, подумала она. Он не хочет меня ранить, но такой уж он человек. Всегда делает то, что хочет. Заметив, что Генри прихрамывает, она решительно сказала, «Я думаю, тебе нельзя сегодня играть в теннис. У тебя растяжение. Может, отложишь до следующей недели?» Но Генри хотел пойти и пошёл. Вернулся он в шесть часов и упал на кровать. Вид у него был такой скверный, что Ширли встревожилась. Несмотря на протесты Генри, она позвонила и вызвала врача. Глава восьмая На следующий день едва Лаура пообедала, как зазвонил телефон. «Лаура, это я, Ширли!» «Ширли, что случилось? У тебя такой странный голос!» «Я насчёт Генри. Он в больнице. У него полиомиелит. Как у Чарльза?» Подумала Лаура. И её мысли ринулись к событиям многолетней давности. «Как у Чарльза?» Трагедия, которую в то время она не могла осознать по малости лет, вдруг обрела новое значение. Мука, прозвучавшая в голосе Ширли, напомнила ей муки её матери. «Чарльз умер. Умрёт ли Генри?» «Да, умрёт ли Генри?» «Детский паралич. То же, что полиомиелит?» Спросила она Болдока. «Просто другое название. А в чём дело?» «У Генри полиомиелит. Бедняга. И ты хочешь знать, выживет ли он?» «Ну да. И надеешься, что нет?» «Болдок, вы делаете из меня какое-то чудовище». «Сознайся, юная Лаура, такая мысль у тебя мелькнула?» «У любого может промелькнуть ужасная мысль. Но я никому не желаю смерти. Правда, не желаю». Болдок задумчиво сказал. «Да, не думаю, что ты желаешь. Теперь». «Что значит теперь?» «А, вы имеете в виду старую историю про вавилонскую блудницу?» Она не смогла сдержать улыбку от воспоминания детства. Я пришла за тем, чтобы сказать. «Теперь я не смогу каждый день вас навещать. После обеда я уезжаю в Лондон, чтобы побыть с Ширли. А она этого хочет?» «Конечно», – возмутилась Лаура. «Генри в больнице. Она одна. Ей нужен кто-то рядом». «Возможно». «Что ж, возможно. Правильно, так и надо. Обо мне нечего беспокоиться». Мистер Болдок, ныне полуинвалид, получал огромное удовольствие от преувеличенной жалости к себе. «Дорогой мой, мне ужасно жаль, но...» «Но Ширли прежде всего». «Ладно, ладно, кто я такой?» «Надоедливый старикан восьмидесяти лет, глухой, полуслепой». «Болди». Болдок вдруг усмехнулся и закрыл один глаз. «Лаура, как же легко ты поддаешься на басни неудачников. Тот, кто жалеет себя сам, не нуждается еще и в твоей жалости. Жалость к себе занимает все свободное время». «Как удачно, что я не продала дом», сказала Лаура Болдоку. Это было три месяца спустя. Генри не умер, но побывал на краю смерти. Если бы после первых симптомов он не пошел играть в теннис, дело не обернулось бы так серьезно. Он останется инвалидом на всю жизнь. Это определенно. Бедняга. Ему, конечно, не сказали. И я надеюсь, что есть шанс. Но, возможно, они просто хотели подбодрить Ширли. Все-таки удача, что я не продала дом. Странно. У меня было чувство, что я не должна его продавать. Я повторяла себе, что это смешно, что дом слишком велик для меня, что пока у Ширли нет детей, они не захотят жить за городом. Я изо всех сил старалась провернуть дело с детским домом из мелчестера, но сделка не состоялась. И теперь я могу отозвать бумаги. И Ширли сможет привезти сюда Генри после больницы. Правда, это будет через несколько месяцев. Ширли одобряет твой план? Лаура нахмурилась. Нет, по каким-то причинам она не хочет. Я догадываюсь, почему. Она быстро взглянула на Болдока. Вы, наверное, знаете, Ширли могла рассказывать вам то, чего не хотела говорить мне. У нее практически не осталось своих денег, да? Она не говорила мне, но я думаю, что это так, сказал Болдок. Думаю, Генри растратил и все свои деньги тоже. Мне многое рассказывали, сказала Лаура. Их друзья и другие люди. Это ужасно несчастливый брак. Он растратил ее деньги. Он ею пренебрегал, изменял с другими женщинами. Даже сейчас, когда он так болен, я не могу его простить. Как можно было так обращаться с Ширли? Если кто и заслуживает счастья, так это Ширли. Она полна жизни, энергии и веры. Лаура встала и заходила по комнате. Она постаралась сдержать дрожь в голосе. Почему я позволила им пожениться? Я же могла предотвратить или хотя бы задержать свадьбу, чтобы сестра успела разобраться, что он собой представляет. Но она так мучилась, так рвалась к нему. Я не могла не дать ей то, чего она хочет. Ну-ну, Лаура. Хуже того. Я хотела доказать, что у меня нет собственнических чувств. И я выпустила Ширли в жизнь, полную несчастьей. Лаура, я тебе уже говорил. Ты слишком много придаешь значения счастью и несчастью. Мне непереносимо видеть, как Ширли страдает. А вас, я вижу, это не волнует. Ширли, Ширли, меня волнуешь ты, Лаура, как всегда. С тех пор, как ты ездила на велосипедике по саду, важная, как судья, у тебя талант страдать, и ты не стараешься его уменьшить, как другие, бальзамом жалости к себе. Ты совсем о себе не думаешь. Причем тут я? Не мой муж лежит с острым полиомиелитом. А такое впечатление, что твой. Знаешь, чего я хочу для тебя, Лаура? Хорошего, обыденного счастья. Мужа, озорных, шумливых детей. Ты всю жизнь была малышка трагического склада, а тебе нужно другое. Не клади на свои плечи страдания всего мира. Наш Господь, Иисус Христос, уже сделал это за тебя. Ты не можешь прожить жизнь за другого, даже если это Ширли. Помогать – да, но не решать за других. Побледнев, Лаура сказала, «Вы не понимаете. Ты, как все женщины, носишься со всякой ерундой». Лаура секунду смотрела на него, потом повернулась на каблуках и вышла из комнаты. «Я паршивый старый дурак, вот кто я такой», вслух сказал Болдок. «Каким был, таким и остался». Дверь отворилась, и Лаура проскользнула к его креслу. «Так и есть, старый чертушка», сказала она и поцеловала его. Она ушла, и Болдок лежал с закрытыми глазами в некотором смущении. Последнее время у него вошло в привычку разговаривать с самим собой, и сейчас он вознес свои молитвы в потолок. «Последи за ней, Господи», сказал он. «Я не могу». Думаю, с моей стороны было самонадеянностью и пытаться. Услышав о болезни Генри, Ричард Уайлдинг написал Ширли письмо с обычными выражениями сочувствия. Месяц спустя он написал снова с просьбой увидеться. Она в ответ написала «Думаю, нам лучше не встречаться. Теперь Генри единственная реальность в моей жизни. Думаю, ты поймешь. Прощай». На это он ответил «Ты сказала то, что я и ожидал услышать. Благослови тебя, Бог моя дорогая, отныне и навсегда». «Вот оно и закончилось», подумала Ширли. «Генри будет жить, но перед ней встала проблема практических трудностей. У них с Генри почти нет денег. Когда он, калека, выйдет из больницы, в первую очередь им нужен дом». Очевидным ответом было «Лаура». Великодушная, любящая, Лаура будет только рада, если Ширли с Генри приедут в Белбери. Но, по понятным причинам, Ширли этого очень не хотелось. В характере Генри не осталось и следа о былой легкости. Он стал непослушным и привередливым инвалидом. И он сказал ей, что она сошла с ума. «Не понимаю, почему ты против? Это же самая естественная вещь. Слава Богу, Лаура так и не продала дом. Там полно комнат. Хватит и нам, и чертовой няньки, или санитару, если потребуется. Не понимаю, чего ты суетишься? А мы не могли бы жить у Мюриэл. Ты же знаешь, у нее был инсульт. Скоро может быть второй. У нее сиделка. Она совсем ни бэ, ни мэ. И половину дохода съедают налоги. Что плохого в том, чтобы поехать к Лауре? Она же нас приглашает? Конечно, снова и снова. Вот и все. Почему ты не хочешь? Лаура тебя обожает. Она любит меня, но... А, Лаура обожает тебя и терпеть не может меня. Тем лучше для нее. Она станет злорадствовать, глядя на калеку, и наслаждаться. Перестань, Генри, ты же знаешь, что Лаура не такая. Какое мне дело, какая Лаура? Какое мне дело до других? Ты понимаешь мое положение? Понимаешь, что такое быть беспомощным, неподвижным, неспособным даже повернуться в кровати? Разве можно такого любить? Я люблю. Быть привязанной к инвалиду очень весело. Меня устраивает. Ты, как все женщины, вы обожаете обращаться с мужчиной, как с ребенком. Я завишу от тебя, и ты этим наслаждаешься. Говори про меня, что хочешь. Я знаю, как это ужасно для тебя. Ничего ты не знаешь, не можешь знать. Как бы я хотел умереть? Почему эти проклятые врачи не могут прикончить человека? Это единственно правильный выход. Давай, утешай, говори сладкие вещи. Ладно, сказала Ширли, я согласна. А то ты сойдешь с ума, и это будет для меня гораздо хуже. Генри внимательно посмотрел на нее и невольно засмеялся. Берешь меня на пушку, сказал он. Месяц спустя Ширли написала Лауре. Дорогая Лаура, очень хорошо, что ты согласна принять нас. Не обращай внимания на то, что говорит Генри. Он всегда не выносил того, что ему не нравится. И сейчас в ярости. Для Генри то, что случилось, особенно ужасно. На что последовал ответ Лауры, незамедлительный и нежный. Две недели спустя Ширли с мужем-инвалидом приехали домой. Любящие руки Лауры обняли Ширли. И та подумала, неужели ей когда-то так не хотелось приезжать домой. Это ее дом. Она опять под защитой любви Лауры. Она опять чувствует себя ребенком. Дорогая Лаура, я так рада вернуться. Я так устала, так смертельно устала. Лаура была потрясена видом сестры. Ширли, дорогая, тебе пришлось столько пережить, но теперь тебе больше нечего беспокоиться. Ширли с тревогой сказала, только не обращай внимание на то, что говорит Генри. Конечно, не буду. Это ужасно, особенно для такого мужчины, как Генри, оказаться совершенно беспомощным. Пусть выпускает пары, сколько хочет. О, Лаура, я вижу, ты понимаешь. Я понимаю. Ширли с облегчением вздохнула. Только в это утро она поняла, в каком же напряжении она жила все последнее время. Глава девятая. Перед тем, как уехать за границу, сэр Ричард Уайлдинг заехал в Белбери. Ширли прочитала его письмо за завтраком и передала Лауре. Ричард Уайлдинг? Это тот путешественник? Да. Я не знала, что он твой друг. Тебе он понравится. Пусть он приедет к Ленчу. Ты хорошо его знаешь. Какое-то время я даже была влюблена в него. О! Лаура уставилась на сестру. Она призадумалась. Ричард приехал несколько раньше, чем его ждали. Ширли была у Генри и его встретила Лаура. Она повела его в сад. Про себя она подумала. Вот человек, за которого Ширли должна была бы выйти замуж. Ей понравилось его спокойствие, теплота, приветливость и даже его властность. Если бы Ширли никогда не встречала Генри, Генри с его обаянием, ненадежностью и скрытой за всем этим безжалостностью. Ричард вежливо спросил про больного. После обычного обмена любезностями Ричард Уайлдинг сказал, я встречался с ним пару раз. Мне он не понравился и быстро спросил, почему вы не удержали ее от этого брака? Как бы я смогла? Можно было что-то придумать? Можно ли? Не знаю. Никому из них не показалось это мгновенное сближение странным. Он серьезно сказал, могу вам сказать, если вы еще не догадались, что я глубоко люблю Ширли. Я так и подумала, только что в этом толку, теперь она не оставит больного. Лаура сухо сказала, а вы ожидали чего-то другого? Нет, иначе она не была бы Ширли. Как вы думаете, она все еще его любит? Не знаю, она его ужасно жалеет. Как он это переносит? Никак, резко сказала Лаура. У него нет ни терпения, ни мужества. Он, он просто изводит ее. Свинья, надо его пожалеть. Я отчасти жалею, но он всегда плохо с ней обращался. Вы знали об этом? Она никогда не говорила, но я слышала. Ширли верная жена? Да. После некоторого молчания Лаура сказала внезапно осевшим голосом. Вы правы, я должна была предотвратить эту женитьбу. Любым путем. Ширли была очень молода, у нее не было времени разобраться. Да, это я виновата. Он хмуро сказал, вы позаботитесь о ней. Ширли единственная, кого я люблю. Она идет, предупредил он. Они смотрели, как Ширли идет к ним по газону. Он сказал, она ужасно похудела и побледнела. Бедная девочка, моя милая, храбрая девочка. После ленча Ширли и Ричард прогуливались бок о бок вдоль ручья. Генри спит, мне можно выйти погулять. Он знает, что я здесь? Я ему не сказала. Тебе тяжело приходится? Да, пожалуй, что не скажи, что не сделай. Главное, ничем не могу помочь. Это так ужасно. Ты не против, что я приехал? Нет, если это для того, чтобы проститься. Ладно, простимся. Ты теперь никогда не оставишь Генри? Да, я его никогда не оставлю. Он остановился и взял ее за руки. Только одно, моя дорогая, если я тебе понадоблюсь, в любое время, ты напиши мне только одно слово, приходи, и я приду с другого конца земли. Милый Ричард, а теперь прощай, Ширли. Он обнял ее. Ее усталое изголодавшееся тело, словно ожило, затрепетало. Она принялась целовать его безудержно, отчаянно. Я люблю тебя, Ричард, люблю, люблю. Наконец она прошептала, прощай, нет, не провожай меня. Она вырвалась и побежала к дому. Ричард Уайлдинг сквозь зубы выругался. Он проклинал Генри Глин Эдвардса и болезнь под названием полиомиелит. Болдок был прикован к постели. Более того, при нем были две сиделки, которым он испытывал отвращение. Единственным светлым пятном бывали визиты Лауры. Дежурная сиделка тактично удалялась, и Болдок высказывал Лауре все свои чувства. Голос его поднимался до душераздирающего фальцета. Проклятая хитрюга, а как мы себя сегодня чувствуем? Я ей сказал, что здесь только я один, если не считать ухмыляющейся косорылой обезьяны. Болди, это очень грубо. Ба, сиделки толстокожие, им все равно. Поднимут палец и скажут ай-яй-яй, как бы я хотел сварить эту женщину в кипящем масле. Не надо волноваться, это вам вредно. Как там Генри, все еще задается? Да, Генри просто злой дух, я стараюсь пожалеть его, но не получается. Ох уж эти женщины, жестокосердые, разводят сантименты над мертвой птичкой и тверже гвоздей, когда бедный парень прошел через ад. Это Ширли проходит через ад, а он, он просто повис на ней. Естественно, зачем еще нужна жена, если на ней нельзя повиснуть в трудные времена? Я ужасно боюсь, что она сломается. Болдок презрительно хрюкнул. Только не Ширли, она выдержит, она крепкий орешек. Она живет в жутком напряжении. Еще бы, нечего было выходить за него замуж. Она же не знала, что его разобьет полиомиелит. Думаешь, ее бы это остановило? Как я слышал, романтический воздыхатель заявился сюда разыгрывать сцену любовного прощания. Болди, как вы все узнаете? Не закрываю глаз. Для чего еще сиделки, как не для того, чтобы разузнавать у них о скандалах вселенского масштаба. Это был Ричард Уайлдинг, путешественник. О, да, во всех отношениях славный малый. Перед войной по глупости женился. На знаменитой проститутке Спикадилли. После войны сбежал от нее. Думаю, очень страдает, что свалял такого дурака. Уж эти мне идеалисты. Он милый, очень милый. Любезничаешь с ним? Он тот, за кого Ширли следовало бы выйти замуж. О, я было подумал, что ты присмотрела его для себя. Жаль. Я никогда не выйду замуж. Тарабумбия, свирепо отозвался Болдок. Молодой врач сказал, миссис Глин Эдвардс, вам нужно уехать, сменить обстановку, отдохнуть, вот что вам необходимо. Но я не могу уехать. Ширли была возмущена. Вы очень истощены и измучены, предупреждаю вас. Доктор Грейс заговорил настойчивее. Если вы не позаботитесь о себе, вы просто свалитесь. Ширли засмеялась. Со мной все будет хорошо. Врач в сомнении покачал головой. Мистер Глин Эдвардс очень утомительный пациент. Если бы он мог хоть немного смирить себя, сказала Ширли. Да, он совсем не способен терпеть. Вы думаете, что я неправильно себя веду? Я раздражаю его? Миссис Глин Эдвардс, вы его предохранительный клапан. Вам тяжело, но вы делаете благородное дело, поверьте. Спасибо. Продолжайте давать ему снотворное. Доза большая, но ночью ему надо отдыхать. Разу он так себя изводит. Только не оставляйте лекарства там, где он может до них дотянуться. Ширли побледнела. Вы же не думаете? Нет, 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 поспешно прервал ее врач. Он не такой человек, чтобы что-то сделать с собой. Временами он грозится, но это просто истерика. Нет, опасность в том, что с просонья человек может забыть, что он уже принял дозу и повторит. Так что будьте осторожны. Конечно буду. Она попрощалась и пошла к Генри. Генри был сильно не в духе. Ну и наговорил. Все идет удовлетворительно. Пожалуй, пациент несколько взвинчен. Не стоит об этом беспокоиться. О, Генри! Ширли устало опустилась в кресло. Не мог бы ты быть немного добрее. Добрее к тебе? Да. Я так устала, так смертельно устала. Хоть изредка будь добрым. Тебе не на что жаловаться. Не ты превратилась в кучку бесполезных костей. У тебя все хорошо. Значит, ты считаешь, что у меня все хорошо? Врач уговаривал тебя уехать. Он сказал, что я должна сменить обстановку и отдохнуть. Конечно же, ты поедешь? Нет, я не поеду. Почему бы это? Не хочу оставлять тебя. Мне наплевать, уедешь ты или нет. Какой от тебя прок? Кажется никакого. Тусклым голосом сказала Ширли. Генри завертел головой. Где мои снотворные таблетки? Вчера ты мне их так и не дала. Дала. Не дала. Я проснулся, просил, а нянька наврала, что я их уже принимал. Ты принимал, забыл. Ты собираешься вечером пойти в викариат? Нет, если ты этого не хочешь, сказала Ширли. Ох, лучше ступай, а то все будут говорить, какой я негодяй. Я и няньке сказал, чтобы она шла. Я останусь. Незачем, со мной будет Лаура. Вот забавно, я никогда не любил Лауру, но в ней есть что-то такое, что успокаивает, когда болен. Какая это особая сила. Да, она такая, она вселяет силу, она лучше, чем я. По-моему, я только злю тебя. Иногда ты ужасно раздражаешь. Генри, да? Ничего. Перед тем, как ехать в викариат, она зашла к Генри, и ей показалось, что он спит. Она наклонилась над ним, на глаза навернулись слезы. Она уже повернулась уходить, и тут он схватил ее за рукав. Ширли, да, дорогой, Ширли, не надо меня ненавидеть. Что ты? Как бы я могла тебя ненавидеть? Он забармотал. Ты такая бледная, худая. Я тебя замучил. Ничего не могу с собой поделать. Я всегда терпеть не мог болезни и боль. На войне я думал, что пусть лучше меня убьют. Я не мог понять, как другие переносят ожоги или увечья. Я понимаю, понимаю. Я знаю, я эгоист, но мне станет лучше. Я имею в виду рассудок, а не тело. Мы могли бы с этим ужиться, если ты потерпишь. Только не бросай меня. Я никогда тебя не брошу. Я люблю тебя, Ширли. Люблю, всегда любил. Кроме тебя, для меня никого не было и не будет. Все это время ты была такой доброй, такой терпеливой. Я знаю, что сам я был сущим дьяволом. Скажи мне, что ты меня прощаешь. Мне нечего прощать, я тебя люблю. Знаешь, радоваться жизни можно, даже если ты калека. Мы будем радоваться жизни, не знаю как. Дрожащим голосом Ширли сказала, ну, во-первых, еда. И питье, добавил Генри. У него на лице возникла слабая тень прежней улыбки. Можно заняться высшей математикой, лучше кроссвордами. Он сказал, завтра я опять буду дьяволом. Наверное, теперь я не возражаю. Где мои таблетки? Сейчас дам. Он послушно проглотил таблетки. Бедная старушка Мюрел, неожиданно сказал он. Почему-то о ней вдруг вспомнил. Вспомнил, как в первый раз привез тебя к ней. Ты была в желтом полосатом платье. Мне надо было почаще навещать Мюрел, но она такая зануда. Ненавижу зануд. А теперь я и сам стал занудой. Нет. Снизу Лаура позвала. Ширли. Она поцеловала его и сбежала по лестнице, переполненная счастьем и торжеством. Лаура сказала ей, что няня уже пошла. О, я опоздала? Бегу! На ходу она обернулась и окликнула Лауру. Я дала Генри снотворное. Но Лаура уже зашла в дом и закрывала за собой дверь.